Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, практикующий психоаналитик. Сегодня мы с вами поговорим на тему фальшивого счастья. Люди часто говорят, что чувствам, эмоциям нужно доверять, что чувства и эмоции не врут. Но я неоднократно на практике встречалась с тем, что врут и что доверять на самом деле им нельзя. Как пример мы сегодня рассмотрим фальшивое счастье. Я называю это жертвовать собой за сахарок. Как в цирке. Когда медведь кувыркается так, как говорит ему дрессировщик, то дрессировщик дает ему сахарок. И у медведя закрепляется безусловно рефлекс, что если я это сделаю, будет удовольствие. И потом уже можно, не получая сахарок, это удовольствие ощущать. Когда ребенок соответствует тому, что хотят от него родители, то ребенок в этот момент ощущает себя защищенным. Он чувствует, что он в безопасности, что он любим и что о нем позаботится. И ребенок понимает, что когда он не соответствует тому, что хотят от него родители, ему грозит опасность. И в своей психике он создает образ родителя, который ему говорит, он сейчас правильно делает или нет. Чаще всего правильное поведение связано с отменой себя и с жертвованием. И поэтому это жертвование потом воспринимается как правильное поведение и как счастье. Многие люди говорят, что они чувствуют себя спокойными и защищенными, когда жертвуют собой, отменяют себя. Они ощущают себя хорошими. И когда мы начинаем разбирать на сессиях, так что же человек сделал, и человек начинает сам видеть, что это была полная отмена себя, он говорит, ну я же чувствовал, что я хороший и правильный, как такое может быть? Когда у нас нету сознания, которое поднимается выше, чем я, и может мыслить о себе как об отдельном объекте, мы можем попасть в плен этих ложных чувств и эмоций. Многие люди ощущают себя, например, значимыми и сильными, когда они игнорируют собственную боль. Когда кто-то причиняет им боль, они молчат и терпят. И там, где должно быть больно, где человек должен почувствовать нападение на собственные границы и начать что-то говорить вовне об этом, человек воспринимает себя как сильного сверхчеловека, который может это терпеть, выдержать и терпеть именно несостоятельность и плохость другого, и я хороший, и я правильный. И в этот момент человек тоже ощущает счастье. Но чем он больше игнорирует нарушение собственных границ, тем больше у него растет недовольство, и тем больше начинает позволять себе другой человек. И, конечно, тогда происходит аффект и взрыв. Взрыв негодования, и человек себя чувствует ненормальным. Он понимает, что он агрессивен, и он делает что-то не так. Но то, что он делает что-то не так в момент терпения, он не замечает. И иногда то, что мы ощущаем, не значит абсолютно то, что происходит в реальности. Наши чувства и наши эмоции названы другими словами. Это как перепутанные провода. Здесь должна быть одна эмоция, одно чувство, а возникает совсем другое. Возникает как будто нереальный параллельный мир, в котором все шиворот на выворот. Люди ходят на руках, мыши летают по небу, а птицы роют норы. Как создается такой фантасмагонический мир? И почему человек так верит в него? Для того, чтобы нам понять, как была создана эта сказка, нам, конечно, надо искать корни в детстве. Потому что ребенку очень важно все объяснить себе. И очень важно, объясняясь, сохранить собственную ценность. И поэтому он начинает придумывать эту сказку, где он сказочный царевич или сказочная царевна, которая ждет или которая сражается, или которая терпит, и это благородно, которая жертвует, и это правильно, которая не признается в том, что больная, а насильная. Или же который отменяет себя, и он супергерой. Это абсолютно параллельная реальность, не имеющая ничего общего с тем миром, который есть. И для того, чтобы человеку собрать истинный образ себя, ему в первую очередь необходимо подвергнуть сомнению то, что происходит с ним внутри. Потому что убежденность в том, что все, что я чувствую правильно, все, о чем я думаю правильно, закрывает человека в подвале, в котором он не может развиваться, в котором он продолжает спать и видеть несуществующие сны. Когда человек говорит, мне ничего не надо, он может ощущать в этот момент, что он супергерой. хотя на самом деле, несомненно, ему надо. Каждому из нас надо. И этот отказ от себя у человека выглядит как сила. Например, то, что человек боится высказывать свою точку зрения, он объясняет, что он еще недостаточно умный, и он промолчал, хотя ему было, что сказать. То есть психика, она всегда находит как бы объяснение, как бы оправдание тому, чего на самом деле не было. И человек как бы сохраняет свое лицо, как бы сохраняет неразочарованность в идеальном образе, и все себе объясняет. И все логично, если не вдумываться и не погружаться в суть происходящего. очень многие люди на сессиях рассказывают, как им внутри запрещено быть, например, умными, быть активными, быть реализованными. Люди очень часто рядом с другим значимым, от которого они зависят, превращаются в другую личность. Они начинают тупеть, они начинают становиться слабыми, они начинают становиться ребенком. они начинают становиться тем, о ком можно позаботиться, и тем, кем положено быть рядом со значимым взрослым. И людям такое поведение, оно не то чтобы кажется нормальным, но для них это состояние естественное. и тогда есть громадный перекос между тем человеком в одиночестве и тем человеком, который рядом с другим. Надо понимать, что тот родитель, который создан в психике, это тот дрессировщик, который кормит сахарком за выполнение соответствия, который вплоть до того, что на уровне гормональной системы полностью подменяет реальность. И человек начинает ощущать себя счастливым в тот момент, когда внутренний родитель им доволен, и человек не может выйти из этого, потому что как только он выходит из этого, он ощущает себя плохим. Но в то же время, когда он хороший, он потом ощущает опустошение и видит, что в его жизни нет того, что он хочет. То есть это счастье в моменте. Я в моменте себя чувствую хорошим, но я продолжаю быть голодным и нереализованным. И поэтому анализировать надо чувства не в моменте, а на более продолжительном промежутке времени, чтобы понимать последствия собственного поступка. Перепутанных чувств, ложных чувств у человека очень много. И их придется по одному перебрать и понять, что тут должно быть на самом деле. Про удовольствие от соответствия мы с вами уже поговорили. Есть еще стыд за несоответствие. Когда человек ощущает себя плохо, когда ему стыдно, хотя на самом деле ничего критического не произошло. Одна клиентка, например, просила у меня прощения за то, что она эмоционально высказала свое мнение. Я говорю, вы меня сейчас не задели со мной, все хорошо, почему вы просите прощения? Она говорит, потому что я так не должна делать, мне очень стыдно. То есть вы видите, стыд внушается не потому, что человек сделал что-то плохое по отношению к другому, а потому что на своем внутреннем экране он отразился как неправильный. Например, жалость к чужим людям или жалость к животным у человека может быть гораздо больше, чем жалость к себе и своим близким. Человеку не жалко себя, но ему может быть жалко собаку, потому что человеку запрещено быть в центре своего внимания, но разрешено жалеть кого-то другого. И человек жалея создает как бы пространство жаления, в котором бы ему самому хотелось оказаться, ему хотелось, чтобы его самого кто-то спас и пожалел. Например, человек может игнорировать боль и голод, потому что он вообще не ощущает этого. Или же наоборот, голод может возникать тогда не когда человек хочет кушать, а когда ему запрещено что-то, и эту потребность надо удовлетворять косвенно через еду. то, что разрешенное человеку как будто можно испытывать, а то, что запрещенное и неправильно, оно вообще вымрано, вычеркнуто. Многие люди не замечают зависть, не замечают обесценивание. Многие люди смеются тогда, когда злятся. И чем больше они смеются, тем больше они разгружают психику от агрессии, которую нельзя замечать. И здесь помогает сарказм и различные подколки. Например, злость можно испытывать только по каким-то конкретным поводам. И человеку надо исказить реальность для того, чтобы разрешить себе злость. Ему надо исказить поведение другого и обвинить его в намеренном причинении вреда. Для того, чтобы легализировать собственную злость, которую ты не замечаешь. А злость несомненно будет, потому что если тебе напрямую нельзя удовлетворять потребности, то тогда внутри много напряжения и будет много злости. И для того, чтобы сохранить свою хорошесть, я должен обвинить другого в том, что это он плохой и это он меня разозлил. Сила подавления себя, сила искажения этого внутреннего мира очень велика. Это и есть та иллюзия, тот сон, в котором мы находимся. И поэтому то, что вы чувствуете, пусть станет фокусом вашего внимания. Проанализируйте, пронаблюдайте. Если возникает злость на другого, почему она возникла? Если у вас возникает желание рассмеяться, то к чему я смеялся? Многие люди говорят, что это сложно, давайте что-то попроще, я не могу все время за собой наблюдать, я не могу быть все время осознанным. Но на что же у вас тогда еще есть время, как не на самих себя? Это ваша жизнь. И день за днем вы проживаете ее в придуманном мире, получая сахарок за отмену себя. И если не задуматься, не остановиться, не обратить на это внимание, то вы так и не сможете дышать полной грудью и жить свою жизнь. Эмоции отменены, потребности отменены, реализация отменена, и вместо этого иллюзорное счастье, от которого пусто, и от которого ты ощущаешь, что тебя нет в этом мире. Поэтому или же своя жизнь, и тогда надо будет быть осознанным и внимательным, или же эта иллюзорная жизнь с сахарком за отмен в образовании. Желаю вам все-таки стать центром своего внимания, своей жизни. Желаю вам найти силы для осознанности, для внимательного отношения к себе. И желаю вам развиваться и идти по этой дороге вперед, шаг за шагом. Если вам понравилось видео, нажимайте лайк, колокольчик, подписывайтесь на мой канал. И если в ходе просмотра возникли какие-то вопросы или мысли, пишите их в комментарии. До свидания. До свидания.